Всем привет! Очень давно хотел записать видео о ловле звезд без мощных удочек. И вот наконец-то появилось у меня на это время и желание. Звезды ловятся на двух базах, это побережье Чили и Лафатенские острова. В этом видео я расскажу вам, где можно половить звезды и попытаться их закрыть с помощью рыбы весом менее 1 тонны. Сразу уточним тот факт, что раньше звезды ловились данными рыбами примерно так же, как с тем самым финвалом. Ну и к сожалению порезали, но все же, возможность поймать что-то есть, так как звезды ловятся все. Как всегда спасибо за поставленный лайк под видео и подписку на мой канал. Всем приятного просмотра! Начнем с бутылконоса, который ловится на базе побережья Чили на многих локациях. Но лучше клев будет по моему мнению на локации Большая Банка. Ищем точку, где у вас будет хороший клев рыбы, но не более 20 метров, чтобы отсечь финвала. Вытаскиваем всю рыбу от 500 килограмм до тонны. Или даже менее, так как бутылконос может принести звезду даже незачетный. Все, что клюнет за тонну можно сбрасывать, так как чаще всего это будет брайт или крупный бутылконос. Также может попасть в старом низу грея, который кстати тоже будет попадаться и до тонны. Ловятся абсолютно все звезды и если повезет на такой рыбе, можно даже закрыть квест полностью. Возможно просто для этого понадобится больше времени. Самое сложное задание это найти свой заброс. Но опять-таки для новых игроков будет достаточно выбрать интересующую точку и прикормить ее жмых плюс кальмар. Также учтите тот факт, что на более высоких разрядах поклевок до тонны будет поменьше. Для самых отчаянных рыбаков данный способ может даже сыграть в плюс при добивании удочек вплотную под рем. Надеюсь после этого видео такую возможность не порежут еще раз. Но в любом случае некоторое время это будет актуально. К тому же ранее этим пользовались единицы. Если вообще кто-то этим занимался в меру того, что время затратно и заработать на этом денег особо не получится. Думаю для такой ловли идеально подойдут 120 тюны, которые можно будет не ремить, а просто убивать и выбрасывать. Приловлено 3 удочки с хорошей пулеметной точки, думаю есть смысл использовать отвар кладолова. Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая база это Лафатенские острова. На локации Ледник можно аналогичным предыдущему способу ловить малого полосатика до тонны. Находим точку от 10 до 20 метров глубиной и ловим всю рыбу не более тонны весом. Единственный минус это более высокая цена наживки, так как здесь придется ловить нам мясо лобстера. Кормим по стандарту жмых наживка и ждем первой поклевки, где клюнет рыбка от 500 и более килограмм. Там и пробуем разлавливать. Ловить что-то менее 500 килограмм нет смысла, так как с белухой и гигой звезд нету. Далее просто ожидаем очередной дорогой звезды от сервера игры, а главное не разочаровывайтесь раньше времени. Ведь с такой рыбой звезды попадаются все же не так часто как с финвалом. Но для самых азартных игроков думаю это будет очень и очень интересно без наличия хороших и мощных удочек. Ранее был еще один вариант это ловля кита карликового, но на данный момент его ловля совсем не актуальна и при записи фрагментов я в очередной раз в этом убедился. Кроме того что он идет как прилог другим китам и попадается очень редко, так после того как были урезаны звезды, ловить его попросту бессмысленно. Но если захочется попробовать, то на локациях Северный Свал, Неприступный Остров и Ледник пробуйте на мясо лобстера внахлыст. Ну а на этом все, спасибо за полный просмотр и вашу активность в видео лайков и комментарии под видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok